Шоу, ты гусь сидишь, вот это смотришь на меня и гадаешь, о чем же будет этот видикс? Про гусей, очевидно же, гусь. Ладно, не буду долго пиздеть в начале, давайте уже перейдем к игре. Сегодня в центре внимания у нас Mutant Year Zero Road to Eden. Да, что-то в последнее время я зачастил с играми, названия которых заебешься выговаривать, но... Зато вот что я вам скажу. Зачастую в таких играх... Нихуя я вам не скажу, наебал. Игра вывалилась из глубоких аналов разработчиков, то есть родилась на свет 4 декабря 2018 года на Кампухтер, PlayStation 4 и Xbox One. А 25 июня 2019 появилась и на Nintendo Switch. Разработала ее шведская студия The Bearded Ladies, а издала компания Funcom. Жанр игры пошаговая тактическая стратегия. Что-то наподобие героев меча и магии, только без управления городом. Сюжет окунет нас с головой в говно. Нет, на самом деле в постапокалиптический мир. Человечество скисло сразу из-за всего. Глобальный кризис, эпидемия красной чумы и ядерная война. Мне кажется, разработчики что-то знали и пытались намекнуть нам. Сейчас в мире глобальный кризис из-за старого пришивого шизоида, который решил устроить бойню в Украине. К тому же снял портки у себя в бункере и машет ядерной балдой перед всей планетой. А также ширятся слухи о том, что обезьянья оспа очень быстро распространяется. И она страшнее коронавируса. Нам пизда. Так вот, миру жопа, повсюду тонны радиации, люди превратились в так называемых упырей под воздействием этой самой радиации. А звери расправили плечи, перестали нюхать жопу друг друга, научились говорить и превратились в настоящих сталкеров. Те самые сверхсолдаты из украинских биолабораторий. Боевая свинья и гусь. Разработчики и это, оказывается, знали. Но скальный, красивый. Главные персонажи игры это Кабан Бормин, злой, дерзкий, как подлива Рецкий и гусь Дакс, который любит подпездывать, все комментировать и подъебывать своего свинокориша. Живут наши протагонисты в Ковчеге. Так называется последний нормальный город на планете, где живут выжившие мутанты, сохранившие рассудок и не превратившиеся в упырей фанатиков после радиации. А главный в Ковчеге старейший, последний человек на планете, который был свидетелем всего, что принесло в мир апокалипсис. При этом остался человеком и не мутировал. Наш свин и петух выполняют поручения старейшего для Ковчега и делают вылазки в зону, чтобы обеспечить Ковчег едой, водой и полезными вещами. И попутно ищут вход в Эдем. В местной вселенной так называют рай, где мутантов ждет лучшая жизнь. Но поскольку его никто не видел, это остается лишь мифом, в который главные герои решили поверить и проверить, существует ли он на самом деле. Все сюжетные кат-сцены выполнены в простых статичных зарисовках, но это не важно, потому что сюжет довольно клишированный и ничего сверхоригинального в нем нет. Вот что действительно здесь оригинально, так это кабан и утка в главной роли, причем довольно харизматичные. Настоящим гвоздем Mutant Year Zero является геймплей. Как я уже говорил, это пошаговая стратегия, однако пошаговая она только во время боя. Все остальное время мы можем свободно перемещаться по относительно открытому миру с видом от третьего лица, как в РПГ. И искать оружие, броню, металлолом, артефакты и детали оружия. Это местная валюта. За металлолом в магазине Ковчега можно покупать оружие и боеприпасы для бойцов своего отряда. За детали оружия улучшать уже имеющиеся девайсы и вешать на них разные обвесы под ваш стиль игры. А за артефакты в местном баре покупать для своего отряда пожизненные бонусы. Артефакты в этой игре это вещи из нашего времени. Телевизоры, холодильники, бумбоксы и все такое. Наверное, орки ворующие унитазы сейчас охуели, но да, это предметы из нашей эпохи. Это не инопланетные технологии. Мы управляем отрядом из трех сталкеров-мутантов. Третьего я не представил, потому что в отряд можно будет взять любых трех персонажей из пяти возможных. Но Дакс и Бормен являются ключевыми фигурами в повествовании. Прогуливаясь по локациям, вы будете встречать врагов и как с ними сражаться решать вам. Если вас не заметили, вы можете разделить отряд и управлять каждым сталкером по отдельности. Так вы сможете провести разведку территории, занять более выгодные для себя позиции, а потом напасть и начать сражение. Все элементы местности имеют практическое применение. За камнями, стенами можно прятаться, что повысит шансы выжить. Гранаты и противники амбалы могут сломать стену, за которой вы прячетесь, но и вы можете делать то же самое. У каждого мутанта есть свой набор умений, как общих, так и уникальных. Прокачать их можно за соответствующие поинты после повышения уровня. А левел апается, естественно, за убийство врагов. Например, гусь может научиться летать и в бою подняться повыше над врагами, что повысит его точность. А свинья научится башкой ломать стены и сбивать с ног врагов. В бою у вас в руках нормальный набор действий. Стрельнуть, кинуть гранату, использовать скилл, перезарядить оружие, побежать в другое место и так далее. Но не стоит забывать, что это пошаговая стратегия. И на один раунд каждому вашему персонажу дается 2 очка хода. То есть вы можете выполнить всего 2 действия каждым сталкером за раунд. Придется напрячь извилины и проявить свои тактические навыки. Несмотря на то, что бои занимают 90% всей игры, разнообразные противники и площадки для боя не дадут заскучать. Противники будут вас поджигать, вызывать подкрепление, лечить мертвых. Вы, кстати, тоже можете лечить убитых аптечкой в бою. Короче, будет интересно. Как по мне, у игры 2 минуса. Первый, она короткая. Ее можно спокойно пройти часов за 12. И второй, резкое завершение сюжета. Вот прям очень резкое. Будто в конце просто обрубили кусок повествования. Появляется некое ощущение незавершенности истории. А в остальном Mutant Year Zero Road to Eden очень даже сексуальная игра. Я ставлю ей 8 гусей из 10. Понял, да? Кому была сейчас отсылка? Игра однозначно стоит внимания. А от фанатов пошаговых стратегий, 7 извержений себе на спину. Требования к игре, как обычно, будут в описании для понимания, потянет ее ваш ПК или нет. Если вам понравился данный видеоролик, то предлагаю вам поесть петушиного жира и свиных волос. С вами был, как всегда, я, мистер Злой Гусь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин